Всем привет! Сегодня я вам зачитаю историю женщины, с которой мы не так давно общались в прошлом году, и вот что она сейчас мне написала. Здравствуйте, Галина! Я вам писала в Инстаграм в прошлом летом. Мне есть, что вам рассказать. Возможно, мой опыт будет интересен другим людям, которые собираются жить в Египте. Я тогда никуда не уехала и осталась работать в Украине доктором. Когда Россия решила деноцифицировать Украину, мой друг с Египта, который звал меня замуж к себе, позвонил мне и пригласил к себе еще раз. Сказал, если я хочу, мы поженимся. Если нет, я смогу просто прожить, пока обстановка не будет безопасной в Украине. Я была напугана и в полной панике, ибо не хотела, чтобы кто-то меня освобождал, и ничего хорошего от русской армии я не ждала. Я подумала, может быть, он действительно меня любит, и мне стоит попробовать еще раз. Все-таки я часто вспоминала о нем, и забыть я его не смогла. Я поехала в Польшу с Одессы, и мне мой друг купил билет до Каира. Я приехала к Каире, прожила там месяц, но уехала оттуда. Я слышала рассказы других женщин на вашем канале об их опыте отношений с египтянами, но мало кто говорит конкретно о этой стране, ибо за месяц жизни я увидела, что человеку там нормально жить невозможно. Египет не свободная страна, где человек без поддержки семьи – ничто, где нет социальных лифтов. Самостоятельную работу нормальную, без знакомых и родственников найти нереально. Везде портреты президента, который явно собирается выстраивать автократию, как его предыдущий предшественник, который провел страной 30 лет. 300 долларов у них – это хорошая зарплата, и даже такую работу без знакомств найти невозможно. Везде грязь, везде мусор, улицы усыпаны мусором, горы мусора вдоль дорог, где пасутся овцы. Зато население все крайне религиозное. В пятницу мужчины выходят на улицу, стелят ковры и молятся вместо того, чтобы элементарно убрать мусор с улицы. Страна религиозная, и эта религия навязывается везде, даже по телевизору во время молитвы. Религия всюду, и если ты не верующий, как я, тогда жить в этой стране сложно. Страна патриархальная, здесь есть места, которые женщины не могут посещать, и ты автоматически чувствуешь себя человеком второго сорта. Ужасные мужские кафе, где вход только для мужчин, они выглядят самостоятельно. Там подают чай и кофе, еды там нет, есть плазма, где они смотрят футбол и курят кальян. Туда женщины не могут прийти. Чем лучше это, чем расовая дискриминация афроамериканцев в США в 60-х годах? То же самое касается автомастерских. Как вообще там может жить нормальная женщина? Ведь это дискриминация по гендерному признаку. Там не принято выйти и просто совершить пешую прогулку. Там нет прогулочных зон. Парки платные, детские площадки платные. Видимо, так у них проявляется любовь к детям. Невозможно в наушниках выйти и просто прогуляться. Египтяне мало ходят, не занимаются спортом и тем самым наносят вред своему здоровью. Женщины целыми днями сидят дома и стараются не выходить. Лучшего города, нежели Каир, я в своей жизни не видела. Это филиал ада на земле. Особенно район моего друга. В Каире, конечно, есть что посмотреть. Там есть очень красивые мечети, церкви, район Гелиополис, цитадель Мухаммеда Али. Много мест, кроме пирамид. Особенно стоит посмотреть висячую церковь в старом Каире. Исламский Каир. Но мне показалось, что сами люди живут в плохих условиях. Там нет ничего, что бы делало людей здоровыми и счастливыми. Кроме, конечно же, обилия дешевых и очень вкусных овощей и фруктов. То, что я написала, это очень важно. Ибо не каждый может это принять. Мусор, религию, патриархат, маленькие зарплаты, дешевые только овощи и фрукты. Цены в супермаркете, такие же, как в Украине. Страна под диктатурой президента и военных. Я была там под полным контролем. Это, конечно же, в совокупности с беспросветной страной я выдержать не смогла. Мой телефон и все мои мессенджеры регулярно проверялись. Мне запрещали общаться с подругой и даже заблокировали ее без малейшего ведома. Мне не разрешалось поехать самой в нормальный район на прогулку или музей, купить продукты. Хотя у меня большой опыт путешествий в разные страны, и в Польше я передвигалась одна, и в Турции. Мне постоянно делали замечания по поводу одежды, что, мол, она слишком открыта. Мне пытались ставить условия и даже устраивать наказание. Мне постоянно он говорил, что пойдет мужское кафе, что для меня было вообще омерзительно. Также потом мне он сказал, что я должна быть религиозной и сидеть дома, а не работать. Я жила с его мамой и сестрой. Его семья ко мне хорошо относились. Мы с ними готовили документы к замужеству. В моем посольстве сказали, что они одобрят брак. Если в контракте указано будет, что в случае развода он должен будет выплатить мне 10 тысяч долларов. Моему жениху эти условия не понравились, и он потребовал, чтобы я отменила это в контракте. Но мое посольство принимает только такие условия, и жених согласился. Впоследствии он сказал, что в случае развода он не будет мне ничего платить, ибо у него нет таких денег. В общем, я, конечно, очень благодарна его семье за заботу обо мне, ему, что он пытался меня спасти от войны. Но он даже не понимал моей трагедии и даже злорадствовал над моей ситуацией. Его контроль и попытки навязать свои правила мне, я не смогла это принять. Я почувствовала, что в Украине я могу умереть один раз физически, а в Египте моя душа будет умирать каждый день от этой жизни, как в тюрьме. Вот такая вот история. Пишите в вашей комментарии, что вы думаете на этот счет. Но мне показалась эта история очень-очень правдивой, и меня удивило, насколько у этой девушки четкое представление о жизни и всех аспектах в Египте сложилось именно за один месяц. У других людей на это уходят годы. Поэтому я рада, что всего у этой девушки заняло это всего один месяц, что это не заняло годы или десятилетия. Поэтому пишите ваши комментарии, ваше мнение на этот счет. На сегодня у меня все. С вами была я, Балина Вилсон, канал «Сбежавшая из Египта». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok